Всем привет! Хоть и с некоторым опозданием в этом месяце, но все-таки снимаю я для вас уходовую косметику на месяц. Мой уход на январь. И сегодня, видите, вот такое яркое солнышко. Так что будут такие светлые, яркие у нас с вами кадры. Надеюсь, засвечено ничего не будет. Как всегда по традиции, мы начинаем с ухода за волосами. И, как вы можете заметить, я пользуюсь все тем же шампунем от французского бренда Эволюдером. Это шампунь с миндальным молочком и корите. Здесь очень большой для меня объем 400 мл. Я этим шампунем пользуюсь одна, у мужа другой, поэтому мне хватает такого на несколько месяцев. Вот сколько у меня еще осталось. Ну, наверное, чуть больше, чем треть бутылки. Мне этого совершенно точно хватит до конца января. Шампунем я пользуюсь с удовольствием. Он, как вы видите, такой как бы кремовый, да, в меру густо. Он хорошо волосы промывает, не подсушивает, но он очищает не до скрипа. Если у вас волосы сухие, нормальные, я вам его рекомендую. Если жирный, может быть, он вам не совсем подойдет. А бальзам у меня от польского бренда Джоанна. Я обычно продукты этого бренда приобретаю в магазине «Подружка», но есть и на маркетплейсах. Учитывая, что шампунь у меня огромный, 400 мл, у меня на такую бутылку уходит обычно, наверное, 3 бальзама в стандартном объеме 150-200 мл. Мне все средства для волоса Джоанны нравятся. Бальзам, я бы сказала, обычный, стандартный, хотя написано, что он с кератином. Я не знаю, что он там должен волшебного делать. Для меня, если бальзамы волосы разглаживают, и они потом легко расчесываются, они не спутанные, а у меня волосы достаточно длинные, значит, бальзам работает. Все, никаких других критериев у меня нет. Этот бальзам работает, волосы потом легко расчесываются, достаточно приятно пахнет. В общем-то, никаких нареканий. Вот эта троица у меня для укладки переходит, наверное, уже из видео в видео третий месяц подряд. Поэтому просто очень быстренько пробежимся. Средство от L'Oreal L'Elsif, сыворотка «Гладкость мечты», действительно делает волосы более гладкими. Очень приятный аромат, волосы более ухоженные, имеет термозащиту до 230 градусов. Вот такая сыворотка для волос от Ифраше. По-моему, она у нас идет разглаживающая для поврежденных и сухих, против ломкости. Жожоба тоже имеет термозащиту до 230. У нее уже, в отличие от L'Oreal'евской, такая более густая кремовая консистенция. Тоже приятный аромат. В общем-то, делает на волосах все то же самое. Они более гладкие, более ухоженные, ну, плюс термозащита. И средство от корейского бренда «Эк Пленет». Это средство с органовым маслом, оно идет исключительно для кончиков волос. Оно убирает пушистость, кончики выглядят действительно красиво, ухоженно. Я иногда даже, когда волосы подсушила, полотенцем наношу что-то вот из этого. И когда потом, или как-то волосы укладываю, или просто феном подсушиваю, и остаются они чуть-чуть еще влажноватые, я обязательно еще от Эк Пленет на кончики наношу. Потому что кончики пушатся сильно. Да, это средство очень хорошо все это убирает. Аромат тоже для меня приятный. Для волос это все. Переходим к тому, что я использую в душе. Все никак не закончится. У меня вот такой гель апельсиновый от польского бренда «Жая». Мне этот гель по аромату не очень понравился. Здесь химозный, довольно химозный апельсин. Поэтому все никак не закончу, как пену для ванны. Здесь огромный объем 500 мл. И я не каждый день в ванну принимаю. Все-таки чаще душа. Когда принимаю в ванну, могу вообще забыть, что у меня есть средство для ванны и не налить. Поэтому бутылка стоит долго. Но, как вы видите, осталось совсем немного. В январе это точно будет использовано. Гель для душа, который сейчас был у меня, закончился буквально сегодня утром. Поэтому я поставила сейчас в ванную вот такой гель «Кокосовая вода» от «Фа». Приятный, несладкий, освежающий аромат кокосовой воды. Это именно вот кокосовая вода, кокосовое молочко. Да, а не сладкая какая-то там, кокосовая мякоть с сахаром. Нет. Здесь скорее освежающий аромат, приятный. Ну, мне таким и круглый год приятно пользоваться. Не только, как знаете, некоторые делят там гели на летний и зимний. Я особо ничего не делюсь. Мне нравится. Я и зимой могу таким гелем пользоваться. В общем, из всей линейки «Фа» это сейчас у меня самый любимый. И я его уже не первый раз повторяю. Я не знаю, хватит ли мне такого на оставшееся время до конца января. Ну, посмотрим. В крайнем случае, конечно, что-то добавлю из запаса. Скраб у меня тоже только-только вот закончился. Поэтому я достала единственный скраб, который есть у меня в запасах. Это кремовый скраб клубничный от Organic Shop. Это не скраб, это легкий деликатный пилинг. Вы видите, вот в пакетике видны, да, вот эти мелкие частички. Кстати, раньше скраб был в более удобном для меня варианте. Была пластиковая туба. А теперь для экономии он продается вот в таком пакетике. Мне лично будет менее удобно пользоваться. Но есть один, конечно, в этом и плюс. Можно все до конца выжать, как говорится, доиспользовать до капли. Потому что ту бутылку, когда выкидывала, там еще, знаете, по стенкам куча была размазана. Вообще, мне этот пилинг нравится. Если любите деликатные варианты, то могу вам советовать. Также в душе, конечно же, я использую средства для интимной гигиены. У меня сейчас заканчивается, вот совсем немного осталось бутылочки. Но у меня есть две такие бутылки сейчас в запасе. Наверное, последний год, ну, может быть, около года я покупаю только вот этот гель для интимной гигиены от LPK. Мне он нравится. Он, несмотря на то, что дешевый, вот мне он идеально подошел. Это, знаете, все-таки настолько индивидуальная вещь. То есть надо перепробовать очень-очень много разных вариантов. Вот для меня он на данный момент лучше дефимилемы, которые сейчас 400 рублей стоят. Лучше лактоциды, которые тоже там 400 с чем-то. Вот он оказался для меня даже лучше. Но все индивидуально. Если у вас есть подружка, там представлен этот бренд, попробуйте. В конце концов, не понравится, используйте как гель для душа. Здесь еще довольно нежный такой, очень приятный аромат. А понравится, будете потом, как я, постоянно покупать. Так, и для тела, ну вот, включилась посудомойка в самый интересный момент. Ну, что сделаешь? Давайте мы ее быстренько тормознем. После душа я использую антиперспирант. И у меня сейчас вот такой мужской вариант. Axe Cool Ocean. Морские минералы с дикой мятой. Здесь нет прямо уж очень какого-то резкого, такого, знаете, мужского запаха, как бывает у некоторых антиперспирантов. Ну, конечно, если нос в подмышку засунуть, вы его почувствуете. Но когда вы потом полностью одеты, и вы наносите любимый парфюм, ощущается только парфюм. Дезодорант парфюм не перебивает. Защищает шикарно. И я все-таки для себя поняла. Я осенью и в начале зимы пробовала, использовала какие-то женские варианты. Но я поняла, что для меня все-таки лучше мужской антиперспирант. Во-первых, я тогда не переживаю. У меня защита гарантирована с утра до самого вечера. И он, в отличие от женских, знаете, переживает, может перенести такие перепады температуры, когда вы с улицы, где, не знаю, там минус 25, вы потом заходите в метро, где плюс, не знаю, там 15-20, да, то есть огромный перепад температуры. И он все это выдерживает. То есть он в этом плане не подводит. А женские меня в таких ситуациях подводили. Поэтому все, я остановилась на мужских антиперспирантах, буду только их использовать. И мы плавно переходим к средствам, наверное, для лица. Давайте начнем со снятия макияжа. Это у нас важный этап, да, практически ежедневный. Мицеллярная вода от французского бренда Evalu Derm. Вот так называется бренд. Во многих сейчас местах представлен. Я покупаю в подружке, потому что там бывают очень хорошие акции на эту марку. Мне эта марка нравится, мне очень много всего подходит. Мицеллярка 500 мл. Здесь у меня в бутылке осталось, как вы видите, совсем немного. Но мне эта бутылка не очень удобно пользоваться. Я переливаю вот в такую. Я когда-то покупала Sersen Love. Это китайская была мицеллярка. Тоже, кстати, неплохая. И здесь очень удобная помпа-дозатор. Видите? Просто прикладываю ватный диск, нажимаю, и средство на ватном диске оказывается. То есть удобный очень формат. Поэтому я переливаю какое-то количество. Потом, когда заканчивается, переливаю еще раз. Ну вот, общее количество мицеллярки. Я думаю, что до конца января мне этого гарантированно хватит. А уже ближе к февралю возьму ту единственную мицеллярку. Тоже это Valu Derm, которая у меня в запасе. Для умывания средство, которое у меня 100% закончится в январе. Это остатки от Ifroche HydroVigital. Эта линейка уже не продается, не представлена. Год назад я закупилась. И вот это последний тюбик, последняя туба. Как раз срок годности у меня заканчивается в январе. И вот в январе я доиспользую. Больше у меня таких нет. Но есть новое средство в запасе от другого бренда, которое вы увидите у меня уже в феврале. Тоники, тонеры и подобное. У меня есть вот такой тонер от корейского бренда Pure Origin. Этот именно с Центеллы. До этого был такой же с авокадо. Неплохой, но видите, он жидкий. Я не знаю, почему назвали тонер. В принципе, совершенно обычный тоник. Я наношу на ватный диск, протираю лицо. Хороший, нормальный тоник. Но я не знаю, стоит ли его повторять. По полной цене он стоит довольно дорого. Если только по каким-то опять акциям, скидкам будет в подружке, может быть и куплю. Так он вполне неплохой. Его здесь, видите, осталось совсем немного. И тоже от корейского бренда. Но бренд у нас называется уже Grace Day. Я взяла в использовании вот такой мист, который недавно купила. Видите, он тоже жидкий. Я не знаю, мисты, мист, тоник, тонер. В общем, назовите, как хотите. Но это все равно все тот же тоник, просто в формате спрея. Здесь удобный спрей. Здесь мелко дисперсно, очень хорошее распыление. А по действию это совершенно обычный тоник. Тонизирует, увлажняет. Распыляю на лицо с расстояния где-то 15-20 сантиметров. Избегая области глаз. Ну, в общем-то, делаю все то же самое, что вот этот. Просто наносится другим способом. Ну, это на январь. В феврале возьму еще один тоник в использовании. Сыворотка у меня сейчас в использовании одна. Тоже корейская. От Esfolio. Линейка Pure Avocado. Называется это эссенция. Ну, любят у нас какие-нибудь интересные названия. Но это обычный, самая обычная сыворотка. Тоже удобный здесь дозатор. Сыворотка такая немного гелеобразная. Очень хорошо кожу увлажняет. У меня, наверное, это, не знаю, там седьмой-восьмой уже флакончик этой сыворотки. Она на данный момент моя самая-самая-самая любимая. Но все-таки, чтобы она не надоела и кожа, может быть, знаете, не привыкла, я чередую ее периодически с какими-то другими, ну, чередую просто с другими сыворотками. Но такую буду покупать обязательно, продолжать покупать. Крем для лица. Для области вокруг глаз. Риш-крем от Ифраше. Отличный крем. Это не второй, даже, наверное, не третий у меня тюбик. Я каждый год, хотя бы раз в год, такой крем покупаю. Он мне нравится, он мне подходит, он быстро впитывается, не оставляет ни липкости, ни жирности, дает очень хорошее увлажнение. В общем-то, отличный крем. Единственное, конечно, его надо по каким-то тоже скидкам, акциям брать. Так он уже 2200-2300, наверное, стоит. Для лица. В качестве дневного крема у меня дневной питательный крем от французского бренда Evalu Derm. Несмотря на то, что он питательный, он действительно дневной, он очень быстро впитывается. На него прекрасно наносится макияж, но при этом он дает питание коже. Это именно питание, а не увлажнение. Мне на холодное время года, когда у нас в Москве было и минус 25, мне именно нужно питание. Единственное, здесь довольно яркий такой парфюмированный аромат. Он не всем понравится, но мне этот аромат нравится и сам по себе. И на моей коже он пропадает минут через пять. Поэтому это не проблема. А в качестве вечернего ухода мне не хочется использовать какой-то питательный крем. Мне хочется и мне требуется увлажнение. У меня сейчас заканчивается вот такой крем от бренда Grace Day с цинтеллой азиатской. Он легкий, он прекрасно увлажняет. Но того, что осталось, у него очень, кстати, экономичный расход. И здесь, знаете, прям суперудобный носик, смотрите. Выдавливается именно то количество крема, которое нужно. Суперэкономичный расход. Поэтому на остаток января мне хватит его на 100%. Давайте посмотрим для рук и для ног, какие у меня кремы сейчас в использовании. Для рук всего лишь один, но в огромном объеме 150 мл. Опять же, от любимого французского бренда Valuderm. Он у нас идет с экстрактом какао. Он, наверное, скорее такой легкий питательный, я бы сказала, легкий питательный крем. Быстро впитывается. Потрясающе приятный потом аромат остается на коже. Здесь еще много, наверное, полчубика точно. Поэтому весь январь я им буду пользоваться. А вот для тела средство, которое я с огромным удовольствием использовала, у меня заканчивается. Это от бренда Soho. Вот такой бодибаттер. Не знаю, можно ли сейчас где-то купить. Я его покупала еще летом, но планировала как раз использовать зимой. Прекрасный баттер. Очень приятно пахнет. Да, он такой жирненький, но у меня в кожу после душа быстро впитывается. Липкости жирности не оставляет. На январь, конечно, мне этого не хватит. Поэтому я взяла из запасов еще одну баночку. Вот такую турецкий бренд Escobel. Крем для лица, рук, тела с гранатом. 200 мл. Для лица я его использовать не собираюсь. Для рук, наверное, тоже. А вот для тела вполне себе неплохой. Кажется, что он прям такой супер густой, но он не жирный. Он очень легкий. Такой, знаете, даже когда разносите по коже, такая легкая какая-то, ну, не водянистость. Но вы чувствуете, что это легкий крем, это не жирный крем. Ну вот, что-то уже падает. Не баттер, да, а именно легкий увлажняющий крем. Давайте вот еще раз покажу. Вот, видите, быстро как разносится. Очень хорошо кожу увлажняет. Это пахнет таким немного химозным, но приятным гранатом. Объема 200 мл. Мне хватит и на январь, и я думаю, что и в феврале я буду еще им пользоваться. У меня не очень большой расход таких продуктов. Для ног заканчивается у меня вот такой крем от Новосвит. По-моему, это какая-то новинка была. По крайней мере, я его не так давно увидела и сразу купила. Мне было интересно. Регенерирующий крем для ног с мочевиной и пантенолом. Но процент мочевины не указан. Я не знаю, сколько ее здесь. Мне кажется, не очень много. Написано против трещин. От трещин точно не поможет. Подойдет, если у вас пятки в достаточно хорошем состоянии. И вам надо в этом же состоянии их и поддерживать. Тогда он подойдет. Мне не очень понравился запах. Такой какой-то немного, я не знаю, какой-то аптечный что ли. Не пойму, чем пахнет. Но не косметического продукта, а что-то более такого аптечного. Я это не очень люблю. Поэтому повторять я его не буду. И доставала, я открывала вот такой турецкий крем для рук с оливой. У меня такой же был с мандарином, с танжерином. Тот мне очень понравился и по действию, и по аромату. Здесь мне не понравился аромат. По действию крем хороший. Жирненький, питательный. Прекрасно кожу смягчает. Но очень яркий аромат. Не оливы, нет. А чего-то, знаете, такого парфюмированного. Прям яркий-яркий парфюмированный аромат. Он потом очень долго остается на руках. Мне он не очень нравится. Поэтому я его сослала в раздел ухода за ногами. За ногами ухаживает прекрасно. Смягчает хорошо пяточки. И запах там не ощущается. Тем более, я очень часто наношу крем. Потом вообще носочки надеваю. Я думаю, что вот этого количества до конца января мне хватит. А потом возьму что-то из запасов. И осталось вам быстренько показать уход за губами. У меня очень много всего открыто. Это как раз вот эти средства падали. Несколько минут назад. Я вам покажу только несколько таких самых разных вариантов. У меня есть такая эссенция от Essence. Наносится кисточкой. Есть вот такое масло для губ от бренда Nova. Я его все-таки чаще дома использую, чем на улицу. Оно кажется, что есть оттенок. Нет, оно на губах совершенно прозрачное. И мне очень понравилось в качестве ночного ухода на ночь на губы наносить. Есть вот такой вполне себе неплохой бальзам от Palmers кокосовый. Прям нескончаемый. Я им пользуюсь, наверное, с осени. Есть такой вот симпатичный бальзам. Хотя называлась блеск. Но опять же, цвета не дает. А действует именно как увлажняющий бальзам на губах от бренда Ice Cream. И еще много-много бальзамов. У меня бальзамы и в ванной комнате, и в комнате на туалетном столике, и возле кровати. И по всем там сумкам, рюкзакам, курткам раскиданы. Поэтому я не знаю, сколько открыто, но много. Вот такой уход у меня на январь. Пишите ваши комментарии. Рассказывайте, чем вы пользуетесь. Может быть, что-то интересное для себя узнаю. Спасибо, что посмотрели мое видео. Всем пока!